Калуга принимает украинских беженцев. В связи с постмайдановскими событиями в Россию, в том числе в наш регион, приезжают граждане соседнего государства в поисках спокойной жизни. В Калужской области для них в управлении ФМС открылся кабинет консультаций. Там отвечают на вопросы, дают советы по трудоустройству и проживанию на территории нашей страны. За три дня работы только консультпункта Калуги туда обратилось уже более 60 украинцев. Какую информацию они получают в кабинете у ФМС, подслушала наша съемочная группа. Все, что вы должны были сделать, вы сделали. Сейчас вы здесь находитесь официально, легально, как мы говорим, до 17 мая. Официальное временное пристанище Елены и Сергей Кузьменко из Крыма нашли у калужских родственников. Перебраться в Россию близкие предлагали уже давно. Были сомнения, но майдановские волнения, докатившиеся до родного полуострова, заставили в спешке за две недели оставить все – дом, друзей, имущество. Тяжело было морально, потому что привык. Но обстоятельства просто говорили о том, что лучше сделать так. У меня стресс даже физически, я даже была уже врача, просто реально стресс. В Калужском у ФМС постарались сгладить стрессовую ситуацию и помочь в обустройстве. Этой паре, можно сказать, повезло. Она художник и не привязана к месту. У Сергея востребованная профессия – ветеринар. В базе данных тут же нашли работу в одном из колхозов Перемышльского района. На приеме уже даже предложили возможности и трудоустройства, и с жильем. И совсем по-другому. Миграционная служба относится к таким людям, у которых уже есть работа, которых приглашают и готовы за них, за людей, за таких, какие-то миграционные мероприятия проводить. Ну, то есть, тут больше возможностей. Даже и приятное такое отношение. Хорошее отношение и совет дают по телефону горячей линии и на приеме не только беженцам. Обращения поступают от Калужан, у кого есть родственники за границей, и от граждан Украины, уже некоторое время проживающих здесь. Зачастую ситуация такая, что вот они прибывают в Российской Федерации с разными целями. Кто-то живет, кто-то на работу прибыл, кто-то просто в гости. И есть точка, есть время X, когда нужно пересечь границу. В основном вопрос связан с тем, что как же быть. Есть люди работающие, есть разрешение на работу у людей. Советуем продлевать разрешение на работу. Советуем оформлять разрешение на жительство. Вариантов задержаться вдали от горячих событий есть масса. Поступают предложения упростить процедуру переселения украинских граждан. И хотя пока изменения в закон по миграции не внесены, есть несколько способов задержаться в Калуге. Полторы тысячи квот на временное проживание иностранных граждан. Десятки тысяч выделены на программу переселения соотечественников и на трудоустройство. В то же время специалисты управления ФМС обещают, что с приемом украинцев постараются не ущемить права на квоты граждан из других стран.